привет сегодня поговорим о турках менталитете и я хочу сдать определенные выводы которым я здесь проживая в турции пришла очень часто на просторах интернета просто в беседах среди туристов особенно и среди женщин которые были аля там кинуты как-то турками использованы я очень часто слышу в разговорах мнение о том что турки они кидалы они двуличные они обманывают кидают и собственно такие нехорошие плохие начиная от туризма заканчивания какими-то отношениями личными да к сожалению это часть их характера такое у них есть поведение не будем копать и очень так глубоко но мне кажется все на поверхности прекрасно знаете что по своей менталитету своему они торгаши они очень классные торговцы и вот это а-ля двуличность у них то часть нормы причем я очень часто в своих видео ранее упоминала рассказывала то есть никакая не новость сейчас не хочу в эту углубляться я честно скажу что тоже придет очень к этому относилась и сразу скажу что поживя только здесь я с этим смирилась приняла их такими какие они есть и на это больно ревностно проблематично я уже не реагирую меня это не задевает для меня это это уже норма это привечет привычная вещь и если со мной такое происходит я не обижаюсь не страдаю скажем так я научилась отчасти с этим бороться я уже реагирую я агрессирую нет раздражает но не в том плане ой да это менталитет махну рукой забуду нет я скажу так выясняю отношения таких ситуациях например приведу и когда я скажем так ну не промолчу к чему собственно о чем я пытаюсь донести вам что рассказать поймите что турки не только туристов не только женщин каких-то комментариях чаще давай дурочек все иностранных ищут славянских которые на все готовы быстро их там окучивают что-то с них имеют там не знаю деньги или еще что-то просто там доступ к телу и все такое прочее а вами типа пользуются а вы типа дураки все вокруг я вам открою большую тайну что турки также пользуются и друг другом это не относится к другим нациям только только к женщинам иностранкам женщины сами виноваты легко доступны и так далее турки кидают друг друга также в бизнесе в отношениях и везде не только вам потому что вы турист вам в три раза что-то накручивают они могут также накрутить в три раза и своим да я скажу по опыту своему с мужем отдыха здесь в турции немножко другое отношение к местным но поверьте для местных туристов турков тоже все цены высокие им тоже сувениры продают без скидок за ту же цену как вы видите не знаю там 5 долларов словно да у местного уже есть в менталитете поторговаться и местный знаешь что гораздо дешевле стоит раза в три точно он начинает торговаться но если он промолчит местный ему никто и просто за то что он турок за красивые глаза скидку никакую ни на что не сделают и не только в туризме в любой сфере деятельности небольшая минутка рекламы хочу напомнить что до 1 июля в продажу мой курс по улучшению себя а им окей я окей весь мир окей это психологический марафон закрытом инстаграм аккаунте у нас будет четыре видео сеанса с вами 4 через связи после которых мы вы будете в telegram чате общаться друг с другом выполняя задания психологические домашние по психологии доктора я вам даю вы будете их обсуждать я буду что-то корректировать подсказывать вам в общем вас будет инициативная группа поддержки друг друга чтобы легче это все происходило какие темы на нашем марафоне затрагиваются это самооценка что такое низкая самооценка ее причины как на это можно повлиять и задание связано с этим для того чтобы повышать самостоятельно в себе свою самооценку следующий день это личные границы расстановка личных границ как без конфликтов без оскорблений острых каких-то ситуаций даже уже если ваши личные границы нарушены выставлять их с общественностью с людьми с вашими близкими родными и даже с вашими домочадцами без вреда для себя и для них следующий день это конструктивная деструктивная критика вообще имеет ли она место быть что такое критика что личные оскорбления как на это реагировать и опять же не вступать в конфликты но при этом не принимается личное оскорбление либо критику и четвертый последний у нас будет сеанс наша встреча с вами онлайн эта тема как полюбить принять себя научиться слушать свой внутренний голос отвечать на свои желания самым опять же поднимать свою самооценку и научиться любить себя а затем уже и весь мир подтянется к вам вот такие четыре очень важные базовые темы незаурядные очень легкие такие трудные в исполнении для этого у нас будет с вами инициативная группа в телеграме где вы будете поддерживать друг друга отвечать на вопросы вообще общаться на эти темы рассказывать свои личные истории и вы найдете поддержку так что по всем вопросам вы можете написать мне на почту которая остается у меня всегда в инфобоксе под видео в теме письма напишите марафон и задавайте ваши вопросы либо задавайте вопросом как оплатить поучаствовать стоимость марафона всего лишь 2000 рублей за месяц продуктивной работы над своим психологическим здоровьем спасибо за внимание продолжаем просмотр поэтому турки легко уступают это в цене они знают что надо торговаться тоже их менталитет торгашеский продажнический но они знают прекрасность их же собрат их также легко кем-то вы себе не представляете как тяжело вести бизнес в турции с турками какие они необязательные могут быть или прям умышленно обманывать с бизнесом связана работа моего супруга с турками и поверьте я миллионы вагон уже тележку наслушалась этих историй даже когда друг лучшего друга может обмануть я вам рассказывала когда-то видео история сейчас наверное и еще раз чуть-чуть вкратце вскользь упомяну эта история с нашим скажем так другом моего мужа произошла он сотрудничал с турком со своим знакомым знакомы они были несколько лет он уже жил на то время в россии у них был бизнес он он помогал в общем в россии там партнером был его российским до представителям его бизнеса бизнес не мелкий это производство и вот он со своей русской возлюбленной женщины своей это что не была знакома приехали он их поселил у себя дома не в отеле же брат братуха партнер вся история водили их тут гуляли неделю как туристы приехали по его работе что-то порешать да вот в итоге этого гостеприимства прикиньте партнер с которым у тебя бизнес которым несколько лет доверяешь как он поступил это просто конечно конченые просто люди но они украли у них дома деньги наличку они в дюплексе это двухэтажный дом на втором этаже они просто скинули свои чемоданы скажем пошли по городу погулять на самом деле они скинули заранее чем она на в окно во двор подняли свои чемоданы выгодя из дома просто уехали улетели когда они спохватили что они вечером не вернулись домой гости и нет денег дома не маленькая сумма ну не супер катастрофическому там в районе 10 тысяч лир и там 100 тысяч рублей мелочь и неприятно вот вам турок турка кину которые вместе работали это конечно от воспитания людей зависит от там индивидуального характера семьи до этого мужчины и так далее но тем не менее такое бывает и для меня пожить здесь это неудивительно здесь я не скажу что это норма но к этому так болезненно не от нас не думайте на себя не тяните что они обманывают иностранцев всех и всех туристов нет они обманывают друг друга в том числе не знаю хочешь неспокойно жить заведи бизнес турком это трудно это проблематично это не так все открыто явно как может быть чисто в россии в той же в европе где-то это восток дело тонкое и тебя до конца никогда нет гарантии что он себя не кинет на деньги и ты не останешься в пролете это касается огромных даже бизнесов различных хочешь как меня муж говорит хочешь потерять деньги свяжись турком мне кажется этим все сказано по поводу обмана я проще скажу здесь обманывают не туристов только вот я беру стамбул про меня расскажу недавно была история я вот рассказывала плевалась просто материлась подруги на которой здесь тоже 10 лет живет на метод блин да урод игры да вообще не говори грамм наглел я ехала в такси сажусь такси его на меточку сразу дам да я вообще первый раз так попала но слава богу моя внимательность я знаю что таксисты здесь о какие ушла опасные вообще типы и таксисты честно скажу вам вот в стамбуле вот окей стамбуле в моем районе бахча шахир такси которые там недалеко они станциями до станция такси которые возле моего дома чем мужики старее деды тем они наглее не думайте что они такие дедушки добренькие нет они как правило идут на эту работу тяжелую морально и физически после того как что-то в жизни потеряли это не супер крутая работа для того чтобы подниматься до карьерный рост иметь но мужики в возрасте которые в такую работу они считают что не справедлива жизнь на жизнь обижены знаете такая история а молодые когда парни начинают с такси это другое они более добрые отзывчивые здесь потому что они идут осознанно на эту работу это как старт определенный денег заработать да и чем-то больше расти а вот этих мужчин в возрасте это уже упадок определенные упаднические настроения они своей жизни собой недовольны поэтому нелегко вообще кидают на бабки ведут себя скандалят хамски относятся такое часто встречается у мужчин но водители которые постарше так вот сажусь в такси это не буду детально все рассказывать как меня пытаются обмануть да таксист я беру такси после парня который вышел и он просто тупо не переключает счетчик немножко счетчик как вы знаете в зеркале дальнего видения сбоку циферки если светит солнце он может отражать ты не видишь цифры если чуть-чуть нагнешь под каким-то углом может отсвечивать и не видишь что там тикает буквально там отъезжаем он мне говорит ты мне дорогу типа покажешь это буквально по моему району я понимаю что так снизу моего района я вижу что у меня таблички с номером там не знаю бияз масса поругаться позвонить да там всегда у нас есть горячий номер еще у нас есть номер района куда пока виду если он без маски нарушает курит и так далее ты можешь тут же позвонить заднего сиденья везде номера расклеены пожаловаться при нем назвать номер и номер такси всегда перед глазами пассажира чтобы там не машину выглядывать да где там там номер сзади в машине в салоне есть номер сюда чтобы позвонить волотом пожаловаться назвать номера таксиста ему тут же по башке настучат в общем такая техника безопасности я вижу что этой информации никакой нет таксист не мой не местный спрашивает как проехать типа ты мне покажешь и он пытается под такого добренького завести разговор мужчина возрасте уже мне в папы точно в дедушке может же годится конкретно возрастной мужик бессовестный готовы меня обмануть уже видно что я иностранка конечно я вообще вам даже тоже дам совет на и странно когда садитесь в такси куда-то едете старайтесь меньше общаться на иностранном языке если вы местный язык не очень хорошо знаете то это такой сигнал что вас можно обмануть как бы иностранец тупой там вообще в полицию жаловаться не пойдет и тому подобное я вообще рот на замке ни с кем таких в местах общественных сервисом связаны не общаются людьми рот не открывая лишний раз а он пытается на просто вести разговор чтобы вы видать у меня как я уже потом поняла да мой уровень языка что я здесь давно живу откуда и все в таком роде вот он отвернул это зеркальце дальнего вида счетчик и я не сразу надыбала там ну за посадку нас 550 лир сейчас по стамбулу ну там допустим 10 лир уже мы только отъехали я врубаю что-то там уже 20-25 лет то есть он не переключил счетчик со старого клиента и я соответственно в итоге должна была бы ему заплатить на дурочку такой да я сразу заметила и всегда садитесь такси смотреть чтобы у вас уже 550 вот эти символические за посадку сейчас стояли они потом когда короче главный ваш старт это включение вот этого счетчика за посадку я короче понимаю буквально через две минуты что счетчик не крутит он мне пытался заговорить зубы этим разговором чтобы на это внимание не обратила я он отвечает типа ты откуда ты иностранка давно ли ты тут живешь и я говорю да давно вообще дядя живу и в этот момент когда я говорю что здесь давно живу вы понимаете спокойно разговариваю с ним на язык я замечаю этот счетчик у меня просто бомбануло я ему говорят они горячу тебя говорю счетчик не переключить я просто не надо там что-то ругаться я спокойным холодным тоном просто говорю не ой вы там извините пардон муа вы там не нажали вот не перенет я граби а почему ты не выключил счетчик я не собираюсь платить за твоего предыдущего клиента вы бы видели этого деда он просто охренел у него она заметила он надеялся что это все проканать заговорить мне зубы потом перед фактом не выставить счет большой и когда его поймали вот так ему стало стыдно когда просто холодно без конфликтов ни наездов ни криков истерик как можно было тоже по сути я ему так предъявила и этот дед просто такой но это знаешь говорит сразу яблой стала я деда ой обла говори знаешь я типа забыл на счетчик типа не работает он просто мотает ты не обращай внимание ты же не дорогу показываешь ты же знаешь тариф сколько здесь что стоит дашь мне столько денег сколько посчитаешь нужно его окей без проблем мы приезжаем на место и даю ровно сумму даже чуть меньше то есть я всегда оставляю чего и в этот раз нет я даю ровно столько сколько это стоит даже чуть меньше потому там парочку лир и может быть это было бы больше еще бы там несколько лир я больше сверху качаевые что без дачи накидываю всегда и при этом он не начинает ныть меня пытаясь обмануть сейчас что там байрам денег нет кризис шмизи в стране корона мороны вся эта история начинает не жалость вызывает типа лет таким образом что нам денег побольше дала вставляете и я просто вот вам пример началось того что я как туристка но все равно продолжал заговаривать зубы зная что я общаюсь что я здесь давно живу сколько лет живу и при этом продолжала это делать и это здесь не новость это не шокировало никого мужу рассказал муж поржал гальну молодец чего это мне просто муж по себе сказал вот играть села горит четко рот на замке на себя мужу чуть такси не болтай не с по телефону не с кем молчи сиди едешь и едь меньше давно у таксиста ушастый они все слушают чего кого-то куда много вопросов не ступай в контакты меньше проблем будет золотое правило муж меня молодец умный мужик и следующего ты видишь сразу знаешь на чё посмотреть так нету номеров машины телефона горячей линии пожаловаться то есть это уже не безопасная ситуация и счетчик сразу горит правилам просто как поздравляю это здесь сто процентов адаптировалась не всем горит трущанки на это внимание обратили у кого играет башка в космосе язык там на плечо любят потрещать здесь они тоже не заметят так и местных также обманут играть еще пошустрее чем местные оказалось вот что я вам хочу сегодня донести обманывают не только туристов иностранцев или еще кого-то обманывать здесь всех своих но это часть менталитета вот так здесь есть вот такие люди это только с этим бороться или стрессовать злиться смысла на это нет вы это никогда не измените можно просто изменить только свое отношение к этому пишите в комментариях ваши истории как вы здесь пытались обмануть развести очень интересно послушайте как вы выходили из этих ситуаций не стесняйтесь всегда предъявлять необязательно истелить орать просто холодно без эмоционально когда вы без эмоций не показываете своей реакции на эмоционально плачете и взрываетесь или злитесь человеку труднее вас считать они понимают как себя с вами вести себя поэтому главное без эмоционально холодно жестко говорим все не стесняться этого делать я вам советую я всегда под видео оставляю свою почту куда вы можете мне написать на консультации записаться или прислать ваши личные истории для публикации на канале спасибо за внимание всем пока